всем привет ребят ну что у нас сегодня обзорчик топ актуальных чар для героев я покажу что он стоит расскажу где что использовать каких локациях в принципе уже сами додумаетесь думаю я просто покажу вам актуалочку на сегодня что у нас актуально это опять же до выхода 1 поэтому делайте кофейок чайок и смотрите так что-то у нас не забывать фармить эти карты . карточка нити наймите герою давайте ровным все равно нам сегодня ролик аром так суки поехали на чарки ну как вы знаете каждую там одну в две нам добавляют новые чарки и соответственно мы не знаем что делать приходится перекачивать но вот этого никуда не денешься поэтому есть какие-то чарки лучше есть хуже самое плохое куда они выпускают им бы чарку и приходится нам половину вторя перекачивать ну по крайней мере донатом за без донатов я молчу потому что они и этих не могут достать но последнее время очень много акций где можно получить на халяву коробки сменки получить ну в общем кучу всего что можно получить для в общем чарки смотрителя я честно скажу для их у себя даже не использую но планирую сделать небольшой тестик так как они дополнительно дают еще увеличение атаки на 22 процента трем героям фракции что у нас получается мы теряем атаку на одном герое но мы увеличиваем ее по сути на 3 как бы в сумме это в принципе неплохо опять же если вы будете ставить на кого-то героя то вы там либо уберете с него давли по его атаку ну то есть такое но добавите третьим другим плюс увеличить их точность но опять же учитывайте что точность вы увеличиваете процентуально то есть если у вас нету точности на героя то есть соответственно вы ни хрена не увеличить если у вас ее 100 на 17 процентов это плюс 17 будет если у вас 1000 плюс 170 решит ли это какую-то проблему я думаю нет поэтому точность ну такое если взять фракцию по увеличению урона на сегодня в большинстве случаям урон не приветствуется на героях то есть в основном приветствуется до подхилл то есть другие чарки такие как и соска обряд до них мы дальше дойдем по этому насчет этих чар очень много вопросов вкусный такой кофеек поехали дальше вот видите печаль я уже не знаю куда их девать и это реально печально очень с этими коробками приходится просто тупо сливать выбивать что-то где-то менять потому что я не могу открывать не сундуки не получать какие-то плюхи там ли есть эти сундуки и это печально такс поехали дальше чтобы получить многие спрашивают что надо сделать чтобы получить седьмую чар для седьмой чарки вам надо на героя на роли все одинаковые созвездия то есть у нас есть по стандарту 6 1 2 3 4 5 6 и 2 таких вот в сумме когда у вас будет восемь раз активируется бонус вот был бонусная система бонусация за 4 за 5 за 6 за 7 за 8 точнее если у вас есть 5 на героя вы можете выбить одну там у вас будет 6 это оптимальный вариант 8 выловить я вам скажу так это если вам повезет вот две на рулите там и потом на роли эти все 6 обычных но как практика показывает этого надо от 100 до 200 касса на цветов но по-разному у меня много семерок поэтому я могу вам сказать что это не дешевое удовольствие так что у нас дальше дальше у нас будем по порядку таките супер сила однозначно одна из топовых чар для тыковки для разгона в первую очередь для минотавра для героев которые наносят огромное количество урона можно на фраю поставить тоже в принципе неплохо на пугича все зависит от того на какой локации вы будете использовать но я нам и героев тестировал показывал и мне она нравится на многие герои еще планируем потестировать на добивание в общем увидите обряд лечения классная чарка добавляет жизни и дает отхил но следующая чарка и соска она немножко лучше почему вы в принципе сейчас увидите у меня в алтаре по поводу обряда очень неплохо заходит ронину я вот показывал недавно разные сборки героям которые дальники и у которых большая скорость атаки они по сути это тоже самое утекание на героя увеличение отхила она не дает атаку и плюс на максималке довольно таки неплохо 70 процентов жизни в плюс 10 процентов максималки отхила то есть герой у которого есть хорошие иммунитеты с такой чаркой действительно будет хорош но она не дает дефо который на сегодня актуален против большинства героев но кроме опять же зефира и дуэлянта если ошибаюсь больше у нас пока никто не игнорирует прыгнул но этот топчик следующая соска однозначно топчик почему увеличивает отхил и урон то есть отхил я вам показывал бигфута опять же для многих героев когда у вас в пачке есть ворожей который отхиливает это отхиливает эффект питомцы собственный отхил то есть это очень крутая чарка и у меня его наверное больше всего на героя на многих героях я вам покажу я их не использую но там тоже стоят разные чары ну я вам скажу актуальны и актуальны так а вот этих вот три это тоже были видены одновременно это для архи демона вот этих две опера махи ассасин тамплиер это датный вариант но не актуален потому что там молчанку накидывать кому ну это такое но все снимается то есть это все фигня такие вот в идее чарки это актуалочка для архи доспех для смотра для без доната в принципе тоже топовая чарка так как у увеличивает жизнь ну конечно не так плюс 45 процентов на максималке на пятерке 25 плюс наносит он каждую секунду на испытание смотрителя это одна из топовых чар и в принципе она до сих пор актуальна это по-моему этот очищение или как я не помню если я не ошибаюсь честно говоря на все чары которых есть куда мне не особо актуальны то есть эта чарка ну не ту эта чарка не обузданная ярость неплохая была для тыковки если у вас нету суперсилы можете ставить смело увеличивает скорость атаки до 50 но тут 30 это тоже очень круто плюс станет цель ну для тыквы для махатмы для тех кто быстро бьет принципе как вариант раньше использовала передача на для павы по локации для героев у которых есть ограничение неплохо для тех кого нет ограничений тоже неплохо потому что она увеличивает атаку и дает понижение вот атаки вражеского герой на семь процентов здесь то есть если он 9 секунд в районе 50 процентов 50-60 процентов как правило 50 понижение так это реально тоже очень и очень грунт даже больше шестьдесят ну если так разобраться если каждую секунду бьет то есть если они на суммируются то реально наполовину короче нормально ибофет выстрел я не помню молчанка или выстрел я уже даже не помню видите позабывал тоже с кулдауном бессмысленная как помню чара до накидывает молчанку на молчанка снимается удауна 3 секунды кулдаун 7 но честно скажу такое себе вроде увеличивает дальность но опять же все думали плюс одна клетка а нифига это 05 то есть это диаметр радиус он получается меньше в два раза то есть это плюс 05 если у вашего героя будет шесть с половиной увеличение будет 7 то 7 если у вас у вашего героя 6 и 6 половиной будет сторону уменьшения то есть действовать не будет прокрытое поле в принципе такой средненький талант если вы хотите на фарм довольно таки неплохо я вам скажу 16 процентов понижение вражеского да то есть на 16 процента ваши герои наносит больше урона в принципе как вариант неплохо ослепление для пола по локации раньше использовали но кулдаун 9 секунд от это фига на сегодня и честно говоря не актуально насмотров использовали как-то пробовали ну сейчас я не знаю вот это вот чарка вот действительно классная крутая для чего для пвп локаций в первую очередь многие сейчас ставят отхилы и и на битву гильдий на дэв и там на атаку тоже очень круто заходят на пвп локации однозначно против героев которые имеют отхил либо не хилят это самый сок самый топчик поэтому однозначно советую особенно на тех у кого есть ограничения у меня допустим на фрей на огнике на зефире есть то есть я таким героем ставлю которые долго живут потому что она собака просто тупо убирает отхил две цели на 7 секунд култаун 8 то есть фактически у вас герои не заряжаются вот в чем смысл недомогание это реально очень крутая штука метеор такое себе даже не буду рассказывать как видите куда он тот же самый печаль раньше когда-то было топчик особенно на тех у кого увеличение вот этого чарка тоже очень крутая увеличение атаки но меньше чем в супер серия но довольно таки неплохо плюс 20 процентов отражалки тоже круто но супер сила превосходит в атаке там если я не ошибаюсь 70 а 65 55 ну плюс здесь отражалка то есть тоже такое знаете фону там набор энергии больше у хранитель леса принципе универсальная для без доната можно ставить на дефников на любого героя снимает негативные эффекты ну правда с шансом и плюс отхиливает 60 процентов здесь у нас на максималке ну для без доната собрать вот это вот седьмой лавана то их обау так с этим разобрался поехали покажу вам что у меня делаются в алтаре по чаркам по героям так начнем с барта опять же сска джимбер и и за ограничение недомогание принципе я его на волне таким создал ой говорю недомогание а недомогание здесь священный суд сска мари тоже дав вариант за счет того что у него скорости таки обряд лечения здесь от фонаря стоит эта хирургия актуальными вот ради такие чары не стоит фоба у меня с обрядом для его лечения жизни и отхила так как он дальник сска однозначно недомогание сваленная тестировал на так у нас сска и получше будет однозначная сска как видите сска превосходит это для архи космо тоже сска для отхила сска сска как видите у меня большинстве случаев здесь надо будет сделать поставить супер силу тестировать вот супер сила для максимальной атаке сска как видите у меня превосходство то есть там три четыре чары в основном все стоят это для архи я использовал вот недавно либо недомогание здесь обряд стоит еще давно для осмотра опять же сска сска недомогание это не актуально давно уже стоит сска и рамах тестировал на архидемоне и осмотрел как будет дамаг заряд в основном здесь стоит либо супер сила либо сска но в основном сска потому что она дамага и так много наносит а вот живет она хреновенько для битвы гильдей топовый вариант товарожей однозначно сска здесь я пробовал стойкого делал максимальную хп с отхилом честно скажу не зашло на нем это мы делали максимальный тест с берсом принципе здесь обряд лечения неплохо заходят для отхиловой скорости таки хорошие это опять же для осмотра для архи демона сборка для битвы гильдий для фарма такая именно сборка именно для фарма для дофа это не подходит он разлетается в щитке приплое отражал с учитывайте это так это для смотра это у нас тестовый вариант тоже принципе неплохо для хрона так как здесь будет супер сила стоять будем тестировать для осмотра для архи это я тестировал с уроном плюс подашка ну как вариант дамага дофига я вам показывал там просто нереальный дамаг это опять же определенные моменты здесь принципе это бессмысленно лучше поставить если вы фармите гильдийского буза 1 марга либо сасина так это для теста для осмотра стоит это я тестировал увеличил для по локации такая сборка в принципе мне понравилось она хоть живет так как она дальник для архи демона вы варианта показывал с уклонениями топчик видите осаска у меня на большинстве героев стоит драйк показывал убийцу этого просто монстр череп вместо утекания плюс разброс довольно таки неплохая тема для урона дерево однозначно для увеличения и отхила и дапа варлок это так по фану собрал поставим супер силу когда-то сольем кого-то героя потестируем разруха для фана для архи демона это не актуалочка уже это тоже не актуален не актуален чисто для силы ара в принципе неплохой показывал однозначно то есть на полу по локации если вы берете кого-то героя соска все-таки очень крутая не актуально тоже не актуально это использовал я на древних чтобы не сливался в принципе актуально плюс и со начал довольно таки хорошо вот атлантищи наш просто бешеный и охренка леса и вот это его нереально слит плюс его еще щит он просто бешеный смертушка я ее еще не тестировал так как она реально дамага много наносит и отхил и тоже нужен скорость атаки офигенная минотавр думаю не буду рассказывать тыква тоже так это для смотря тестировал это не актуально не актуально не актуально здесь за счет того что у нас нету полагин понятно за счет того что у нас набор энергии увеличивается на 70 процентов это просто пулемет в общем вот такие вот ребятушки чарки пишите коменты что кому интересно не интересно кто что хочет видеть кому что объяснить поставить буду стараться вам отвечать либо в комментариях либо приходите на стримы всем удачи всем пока